Анастасия Чуприна считает, что армия очень даже женское дело. Здесь нет места слабостям, а это как раз под стать ее стойкой натуре. Каждый день девушка слушает радиосеть и держит контакт с подразделениями. Вдохновение связист находит в своей семье. В армии очень хотелось с самого детства, потому что у меня папа всю жизнь служил, 26 лет в армии. Я очень хотела служить. Вместе с папой ходила на работу, мне нравилось это армия. Офицерское братство. Взаимовыручка какая-то. В Беларуси отмечают День войск противовоздушной обороны. С профессиональным праздником поздравляют и тех, кто служит в Бобруйском радиотехническом центре. На торжественном построении награждают личный состав. Эти люди с честью выполняют возложенную на них миссию. Поощрены, естественно, лучшие. Лучшие из лучших, так сказать. Порядка 15 человек. Такие поощрения, как увеличение продолжительности отпуска. Вручение грамоты, благодарность. Сейчас военные всего мира идут по пути внедрения новинок технического прогресса. Не исключение и радиотехнический центр. На вооружение самое современное оборудование. От станции обнаружения маловысотных целей до подвижных высотомеров. На командный пункт поступает информация о высоте, дальности и направлении всех летательных аппаратов на расстоянии 360 км. От рейсового самолета до 100 и птиц. Комплекс средств автоматизации аккумулирует поступающие данные с пяти локаторов. Радиотехнический центр круглосуточно несет боевое дежурство. Рубежи под присмотром 70 человек. Уделяют здесь и пристальное внимание патриотическому воспитанию. Проводят экскурсии и уроки для школьников, чтобы подготовить почву для будущего поколения. Но главные задачи подразделения в мирное время – воздушная разведка и выдача радиолокационной информации. В случае необходимости выдачи боевой информации на зенитно-ракетные комплексы и истребительную авиацию. Боевое время. Принцип выдачи информации почти ничем не отличается. Выдаем всю ту же самую информацию, только она уже будет называться не радиолокационной, а боевой информацией. И выдается она децентрализованным, либо недецентрализованным способом на те или иные пункты управления. В современных условиях войны ПВО занимают достойное место в системе обеспечения безопасности нашего государства. Они были, есть и останутся надежным щитом небесных рубежей нашей Родины. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели.